День добрый! Это программа «Финансовые итоги недели» в студии Андрей Мазов. У нас наш постоянный эксперт Андрей Чистяков, руководитель тульского филиала компании БКС. Андрей, к традиционному вопросу начну как прошедшая неделя? Начну с традиционного ответа. За последние три недели ничего глобально не изменилось. Это была очень интересная идея для краткосрочных спекулянтов, для торгующих внутри дня. Достаточно скучная и неинтересная неделя для инвесторов. Мы с тобой помним, что инвестиции на самом деле достаточно скучное занятие, поэтому долгосрочные инвесторы провели эту неделю в размышлениях, философствовании, как обычно. О чем думали? Думали о судьбах Родины, о том, что будет дальше, о том, что делать с валютой. Появились несколько интересных идей. Кстати, на прошлой неделе мы обсуждали с тобой падение фунта. Да, ты говорил, что можно как-то это использовать, падать об этом. Соответственно, структурные продукты, основанные на мультивалютных депозитах, это фунт, доллар и евро, немножко просели. На этой неделе вышла информация о том, что облигации английские понижаются в рейтинге на один пункт, с 3А до 2А1. Информация не то, чтобы негативная, но она просто объясняет падение бумаги, падение стоимости и дает нам перспективы для осмысления, что будет дальше. Дальше есть очень хорошая вероятность войти сейчас опять же в мультивалютные депозиты, в мультивалютные структурные продукты и я порекомендовал бы нашим клиентам пару, основанную на швейцарском франке. Все-таки это стабильность, это стабильный доход, это ясная перспектива, это не очень высокие цифры, но фактически минимальные риски. 6-7% годовых в валюте, но без рискового. Я слышу часто от своих клиентов аргумент, 6% мне дает и банк. Давайте не забывать, что банк даст вам эти 6% через год и вряд ли вы сможете за это время воспользоваться своими деньгами, то есть у вас нет ликвидности. Структурный продукт оформляется на месяц, на два, на три. Вы получаете ту же доходность, но быстро, эффективно и имеете возможность воспользоваться этими деньгами для других нужд. Мне кажется, сопоставление доходности прямое, не совсем правильная ситуация в этом случае. — Мы с тобой до эфира про структурные продукты Сбер разговаривали, где доходность 17%. Это правда? — Да, наши клиенты получили доходность по структурным продуктам Сбербанка от 17% до 22%. Почему до? Потому что 17% — это уже факт. Эти деньги они уже заработали, они никуда не денутся. Но поскольку структурный продукт еще исполняется через месяц, а через месяц будут закрытия реестров и есть высокая вероятность того, что под дивидендные выплаты акции немножко подрастут, значит и доходность может измениться в лучшую сторону. Не факт, что она будет 22%, она может быть 20-19%, но она не будет меньше 17% — это уже факт. — То есть за три месяца люди получат 17-20% годовых? — Нет, за три месяца они получат четвертую часть от 17%. — Ну, то есть как-то… — Да. Но в абсолюте, да, 17% годовых они уже получили. И месяц есть у них на то, чтобы поразмышлять, подумать, что будет дальше и подумать о том, нужны ли им дивиденды. Хотят ли они получить дивидендные выплаты. Потому что статистика говорит о том, что после закрытия дивидендов, как правило, стоимость бумаги изменяется в сторону уменьшения. Именно на величину этих дивидендов, либо около нее. То есть вы можете получить эти деньги сразу, продав бумаги и купив их на следующий день. Но тут есть определенный риск. Либо вы просто можете получить дивиденды, как обычно. — А что вы рекомендуете? Я правильно понимаю, тут суть какая? То есть если бумага стоит 100 рублей, если, грубо говоря, решили выплатить 10 рублей дивидендов, то, вероятно, она будет стоить 90. — Да, 92-91 в этом районе. Да, это действительно так часто происходит. Потому что краткосрочные спекулянты покупают именно эту бумагу, разгоняя ее, имея соотношение вот это изменение стоимости и дивидендов, приравнивая их. — Ну а непонимание по рынку все-таки есть, да? Кто сколько там планирует что-то выплатить? — Конечно. Весь вопрос стратегии. Есть люди, которые держат акции еще со времен приватизации и ничего не собираются с ними делать. Они как парашют, как подушка, как запас прочности. Люди не рассматривают их как аналог каких-то материальных благ. Это просто актив, который есть и который приносит определенный доход. И это хорошо. Да, мы пытаемся предложить людям более высокую доходность на этот актив, но люди консервативные не всегда хотят нас слушать. Даже если я предлагаю правильные вещи и они согласны с тем, что эти вещи правильные, не факт, что люди, говорят, пойдут на эту сделку, пойдут на этот продукт просто потому, что лень. Зачем что-то менять, мне и так хорошо. — Ну, страшно рисковать, да? — Зачастую просто лень. — Лень, да? Скажи, вот смотри, что бы порекомендовал на ближайшую перспективу, то есть Сбербанк, либо Норильский никель? Что сейчас? — Вот Сбербанк, мне кажется, все менее и менее интересной бумагой, потому что вот те цели, о которых мы с тобой говорили еще осенью, в 110 рублей, ну, они уже были исполнены. Перспективы дальнейшего резкого, сильного, значительного роста, но я пока не вижу. В этом плане мне гораздо интереснее бумаги Роснефти, «Газпрома», ну и, в принципе, ВТБ на истории с катарскими фондами является интересным в краткосрочном плане, но это только для спекулянтов. Если инвестиции годовые, полугодовые, туда не стоит идти. — Если человек решил сейчас, заработал он денег, либо вытащил из кубышки инвестировать, во что бы рекомендовал тульскому предпринимателю, тульскому инвестору? — Андрей, все дела в сроках. Насколько? Вот давай представим, что ты тульский предприниматель, который вытащил деньги из кубышки. — Давай представим, было бы приятно. — Когда тебе потребуются эти деньги назад? — Я так думаю, по психологии я, честно говоря, не вижу много людей, которые готовы были бы деньги размещать краткосрочно. Вот, например, заработал 10 миллионов, я бы знал, что через 3 месяца мне эти 10 миллионов понадобятся в моем бизнесе, и я тебе их отдал. Нет, я в такой слабой, честно говоря, у нас верю, поэтому я вижу скорее инвесторов, у которых есть постоянный доход, постоянная прибыль, и они ее, ну как бы, либо не имеет смысла ее обратно в бизнес реинвестировать, либо у них пока нет, либо планируются какие-то другие проекты, и эти деньги там лежат. Вот я скорее вижу вот этих людей. То есть это долгосрочные инвестиции. — Я понял вопрос. Значит, из того, что ты изложил, первое, что я вижу, это невозможность риска. То есть эти деньги не должны быть потеряны. Мы можем на них не заработать, мы можем заработать на них не очень много, но потерять мы их не должны. Я правильно тебя понимаю? Я думаю, что большинство людей есть, особенно если они пришли к финансовому консультанту первый раз, то есть это вот прям вот сто процентов. — Значит, давай мы первое исключим риски. Значит, мы исключим акции. Мы ограничим доход. Если этот доход должен быть сопоставим с банковским, я порекомендую облигации, либо облигационные фонды. Вряд ли доходность превысит 12, может быть, 13 процентов годовых. Но, повторюсь, это будут очень короткие деньги, это будет очень высокая ликвидность, это будет очень высокая надежность. Если есть желание раздвинуть доходность, не повышая риски в сторону 15-17, может быть, 20 процентов, но не факт, давай рассмотрим структурные продукты. Риски минимальные, доходность фиксирована, условия ясны. — Что сейчас есть? Во что было бы интересно, на мой взгляд, вкладывать? — Как бы это парадоксально не звучало, мои рекомендации последней недели для клиентов — это «Лукоил». «Лукоил» находится в очень жестком боковике, у него будут очень хорошие дивиденды, потому что, как мы помним, в начале зимы господин Олег Первый выкупал очень значительные пакеты «Лукоила», являясь собственником акции. — Чтобы заплатить себе дивиденды? — Да, чтобы вывести прибыль через дивиденды — это вполне разумная практика. Значит, дивиденды будут высокие, и он не обидит остальных акционеров. И перспектива роста самой бумаги весьма значительна с технической точки зрения. Выход из боковика даст нам перспективу роста, я думаю, рублей на 80-85. Это очень неплохо в краткосрочном периоде. — Я думаю, что им нет тяжеловато, да? — В пределах 2 тысяч рублей стоит сама акция, я думаю, что 2 100 — вполне достижимая величина. — Сколько можно заработать, вложив структурные продукты? — Ну, 5% можно заработать просто на росте акций. — В годовых или просто в каком-то краткосрочном? — Нет, это в краткосрочном. И в годовых в пределах 15-17% именно по самому структурнику. — А риски? — Риски минимальны. — Ну, там еще раз объясню эту историю. Вот приходит человек и говорит, есть там, ну хорошо, миллион рублей, да? Минимально, по-моему, 300 тысяч, да? — Да, давай я упрощу ситуацию и объясню очень коротко. Приобретая структурный продукт, ты знаешь, что ты не потеряешь более оговоренной величины, ни при каких условиях. — Ну, давай конкретно. Вот есть Лукойл, да? Три месяца приходит человек, у него есть миллион рублей. Что ты ему говоришь? Вот сколько он потеряет может? — Он может получить переоценку стоимости акций то есть если акции сильно упадут в цене, то он просто получит акции на счет. Это аналог того, что вот ты пришел ко мне с миллионом рублей и говоришь, Андрей, я хочу купить Лукойл. Я говорю, отличная мысль. Что вы хотите с этого Лукойла получить? Я хочу заработать на нем, например, процентов там 15-20. Я говорю, отлично. А если Лукойл пойдет вниз, что вы будете делать? Я буду сидеть в этом Лукойле, я ничего не буду делать. Я говорю, хорошо, давайте тогда возьмем структурный продукт. Если акции пойдут вниз, вы их все равно получите в поставку так, как будто бы купили их вот сейчас по этой фиксированной цене. — Подожди, подожди. То есть человек получит акции на миллион? — Да. — На тот день? — По той цене, которая есть сейчас, например. — То есть сейчас это на входе или на выходе? — Сейчас это вот сейчас. В моменте приобретения структурного продукта мы привязываем его к текущей стоимости акций. Значит, если акции падают в цене, он получает акции так, как будто хотел их купить. И действительно купил. В случае, если акции начинают расти до определенного предела, он получает фиксированную доходность. Он заранее знает эту доходность. В случае с Сбербанком это 17%. В случае же, если акции продолжат свой стремительный рост, ну так случится что-то, какое-то мегапозитивное событие. Доходность клиента ограничена. Он не получит больше оговоренной величины. Но и если на выходе из продукта акции упадут в цене, его доходность уже получена, уже фиксирована. Например, если в данном случае «Лукойл» был приобретен по цене 1980, к примеру, с порогом достижения, не знаю, 2020 рублей. И эта цена была за три месяца действия продукта. Но после этого цена откатилась снова на величину, например, 1990. Он получит по максимуму. Он получит по максимуму. Так, как будто это максимальная цена на момент существования продукта. И в этом прелесть. Но подожди, ну вот смотри. А чем это сильно отличается от того, что он просто купил на миллионы этих акций «Лукойла»? Хорошо, он купил на миллионы акций «Лукойла». Через три месяца они стоят на 10 рублей дороже. И он не заработал. То есть, не учитывается колебания? В данном случае, являясь акционером, приобретя просто акции, вы подвержены колебаниям. Приобретя структурный продукт, вы работаете в диапазоне. Вы ограничены нижней границей, вы ограничены верхней границей. Но в этом диапазоне вы царь и бог. Хорошо, на этой позитивной ноте мы и закончим. Хотелось бы прервать тебя на секунду и сказать о том, что давайте не будем забывать, что именно сегодня в Америке начинаются прения по секвестру бюджета. И в нашу следующую встречу уже будет ясна информация по американскому бюджету, по ситуации на американских рынках. И вот это будет интересно. А прогноз-то как бы? Без прогнозов. Без прогнозов. Хорошо, это была программа «Финансовые итоги недели». В студии был Андрей Мазов. У нас был наш традиционный эксперт, руководитель Тульского филиала компании «БКС» Андрей Чистяков. Увидимся на следующей неделе. До свидания.